Девочки спорят, кто будет нам не сидеть. Таскают друг друга за хвосты. Ох и ревнивые вы, девочки. Ужасы, ужасы. Разве можно так, Эль? Разве можно? Вот ты Букашу зачем за хвост таскала? Сейчас смотри, что Букаша будет делать. Посмотри, Эля, вот ты пойми, что как каукнется, так ведь оно и пойдет. Ох, Букаша просто не знает уже, она исходит уже, она уже исходит. Букаш, все хорошо, но подумаешь, ать за хвост ее, ать за хвост. Хорошая команда, вообще блестящая команда, такие, такие молодцы. Ай, какие, какие вы красавцы, все. Ай, ну, хора прыгать то вот так по мне. Вы, вы уж совсем заскакали. Я есть Грюд. Ну, немножко, немножко. Разумное, ну, хотя бы относительно разумное дерево. Ай, ай, ай. Вот, я же говорю, жизнь такая интересная штука, когда проводишь ее с животными, в общем-то, совершенно некогда думать о чем-то кроме. Они вечно тебе напридумывают и развлечений, и занятий. Тут тебе и кино, и цирк, и все в одном флаконе. Особенно, особенно, когда животные ходят сами по себе и при этом хорошо к тебе относятся и воспринимают тебя за своего. Вот, мне, ну, я, я не знаю, я думал, я так, ох там, крыланы разлетались, кушают, целая стая летает крыланок. Я-то, признаюсь, думал, сделаю так вот маленькую зарисовочку 10-20 секунд, как девчонки тут по мне бегают. Но не получается 10-20 секунд. Разве можно остановиться? Все, Юля убежала. Так, что, родная? Что? Ты что теперь? Все, конкурентов нету? Выгнали? Молодец. Ох ты, молодец. Вот теперь... А-а-а! А-а-а! Зачем за нос-то? Зачем за нос? А? Что тебе мой нос? Он у меня, конечно, длинный. Да. Но укорачивать его пока не нужно. Я к нему привык. Я к своему носу пока привык. И еще немного рано. Что-то там происходит, да? О-о-о-о! А здесь... Нет! Ну... Что тут? Там на экранчике обезьяна ходит. Что ты обезьян не видел? Видел это обезьянов лично? Вот. Ты... Я не ел ничего. Ага. И усы. Вот и усы укоротим. И все. И подстрижем. И побреем. И нос укоротим. Молодцы. Молодец. Ты же моя красавица. Ты такая у меня красавица. Да. Все. Началось. Началось. Нечего мое место занимать. Да? Ох, девушки. Ох, девушки. Вот. Должны быть иногда вообще пустые ролики. Вот вообще ни о чем. Вот давайте сегодня ни о чем. Я включил так. Неожиданно. Некогда мне было. Я тут сейчас лягух устраиваю. Но поднялся наверх. Букашу закрыть. Чтобы она мне не мешала. Потому что она действительно у меня все вырывает из рук. И довольно тяжело работать, когда гуляет Букаша. Но они решили по своему. Они решили тут устроить на мне игрище. И я не удержался поснимать. Так что давайте у нас сегодня вот это будет ролик. Такой вот. Вот пусть он будет ни о чем. Ну вот. Просто о том, как все есть. Все. Обезьяны по канатам побежали. Все закачалось. Все. Букаша, это мои уши. Это мои уши. Да. Да, Буканя. Да. Что там? Пуговки. Пуговки нужно оторвать. Все петлички нужно снять. Все, что можно открутить, нужно открутить. Я знаю. Я знаю. Я думаю, что очень многие из тех, кто видят отношения меня с обезьянами. С Масей, с Элей, с Букашей особенно. Говорят, боже мой. Вот мы хотим такую обезьяну. А ведь Евгений говорил, что обезьян заводить лучше не надо. Проблемно. Я вот еще раз повторюсь. Да. Не нужно заводить средних и уж тем более крупных обезьян. Ни в коем случае. Максимально, она уже поправляет резкость. Максимально, что можно заводить, это саймири. То, что в принципе безопасно. Но, уверяю вас, даже самец саймири, который весит полтора-два килограмма, как Мася. Мася крупный самец саймири. При желании располосует вас невероятно. Я держу, во-первых, мелких обезьян. Во-вторых, это обезьяны абсолютно ручные. И не забывайте вот какую вещь. Что я понимаю, как с ними общаться. Я всю жизнь зоопарковский. Я в зоопарке с одиннадцати лет. И всю свою жизнь я занимаюсь животными. Поэтому, телефон трясется, они прыгают. Поэтому, я немножечко соображаю психологию животных. И понимаю, как себя с ними вести. Поэтому, помните, что, несмотря на вот такие доверительные отношения, которые хочется повторить. И которые хочется вот у себя дома иметь. Помните такую штуку? Это очень большая работа. Это большой опыт. Часто это риски. Вы думаете, Букаша вот грызет меня за уши. И это совсем безопасно? Это совсем безопасно с Букашей. Потому что, я Букашу такую воспитал. И Элю такую воспитал. И они не причинят вреда. Только не царапайтесь. Вот видите, они даже не желая причинить вред, все равно за шею царапают. Они не причинят вред, потому что они не будут этого делать. Но воспитать таких обезьян очень и очень непросто. Вот поверьте, это огромная работа с Букашей. Это была колоссальнейшая работа. Букаша выращена на руках. И поэтому она не воспринимает себя обезьяной. Она даже сейчас отходит от родителей. Она прячется за меня, когда ее родители гуляют. Потому что она не желает общаться с какими-то игрунтами. Она человек. Вот когда ты воспитаешь человека, но не просто человека. Человек должен быть не слишком эгоистичным и не слишком злым. Вот. Поэтому не думайте, что все легко, просто и можно завести себе обезьянку и получить такое же удовольствие. Нет. Во многом я рекомендую, что смотрите YouTube. Если вы не имели большого опыта общения с животными, ну хотя бы нескольких собак, которых сумели воспитать так, чтобы вас это устраивало. Не заводите обезьянок, как бы хорошо они не выглядели в интернете. Поверьте, то, что выкладывается в интернете, это не более, чем рекламные трюки. И даже здесь вы видите только какие-то забавные вещи. А большая часть работы, тяжелой, грязной, уборки, кормления, большая часть. А то и лечение, иногда может быть даже травм. Остается все-таки за кадром. Мы стараемся показать что-то интересное, милое и хорошее. Но в первую очередь для чего? Для того, чтобы вы понимали истинное положение вещей. Любили животных. Учились с ними обращаться. Ну и не делали глупостей. Букашка, ну ты меня так трясешь. Ну вот так. Так что в каком-то фильме было. Бедерсон, не делайте глупостей. Вот, не делайте глупостей, что-то уже жрем. Все. Вот уже и поделилась. Молодец. Элечка поделилась с Букашей. Образовать такую вот стаю, чтобы они любили друг друга. Ну, по крайней мере, уважали. Тоже непросто. Это тоже требует сил, времени и понимания характеров животных. Вот главное, что вы должны, это вы должны понимать характер животных. Да. И понимать, что очень и очень много времени, сил, денег уходит на то, чтобы все было хорошо. Вот. Поэтому сегодня ролик ни о чем. Не заводите обезьян. Просто ай, ай, ай. Все, все. А то защекочут до смерти. Как Букаша. Букаша, зачем ты меня щекочешь? Все, ребята. Спасибо вам большое. Я очень надеюсь, что вы все, заводя животных, думаете. Букаша, иди сюда. Букаша, иди сюда. Иди ко мне. Иди ко мне. Драка, драка, драка. Драка с Букашей. Давай драться, Букаша. Давай драться, давай. Все. Все. Вот. Даже подраться с ней можно, и это будет хорошо, весело и интересно. Знаете, что в жизни главное? В жизни главное уважение сначала, а потом понимание. Вот так. Пока. Спасибо вам. Ох, ну ты же грязнуля. Как все дети, конечно. Обляпаться, обляпаться, меня обляпать и пойти дальше гулять. Вот так вот. Так живем. Да, жабочка? Вот такие они, эти дети. Так всегда. Да. Так всегда происходит. А за шиворотом, разумеется, у меня за шиворотом Букаша. Как иначе? Покажись, Буканечка. Высунется, спрячется. Высунется, спрячется. Вот. Ей вот так интересно. Да. Да. Да, да. Продолжение следует...